5.30 утра. За окошком едва забрежил рассвет. Подножие Айртау неспешно набирало сочные яркие краски. Будто невидимый художник своей кистью взмах за взмахом окрашивал все вокруг в теплые весенние тона. Ночь выдалась теплой. Лишь пару раз залетный ветер врывался на небольшое плато и что-то недовольно насвистывал, раскачивая автомобиль и сквозь щели в дверях пытаясь проникнуть внутрь. Но железный кузов УАЗика, ставший в эту ночь местом ночлега, надежно защищал своего хозяина от любых попыток нарушить крепкий сон. Не часто доводилось мне просыпаться в горах. Новые чувства захватили мое воображение. Не отрывая глаз, вглядывался я в величественные конусы Айртау. Глазами искал путь на ее седло. Всего несколько часов отделяло меня от давней мечты, которая сегодня должна была воплотиться в реальность. Словно прочитав мои мысли, солнце выглянуло из-за остроконечных конусов горы трезубца, передразнивая и бросая вызов. «Пока ты мечтаешь, я делаю». Выглядывая из-за макушек Айртау, пыталась задеть за живое яркое светило, постепенно, минутка за минуткой вытесняя тени со своего пути. Поддавшись на провокацию, спешу поскорее собраться в путь. Освежив лицо и почистив зубы, завариваю термосы с чаем. Легкий, но энергетический, плотный завтрак, и я готов к восхождению на седло. Первой меткой на пути значится отвесная каменная стена, получившая название «стены плача». Подъем пологий и несложный. Легкий дискомфорт создает одноглазый подстрекатель, весь путь до седла светивший прямо в глаза. От этого зачастую приходится останавливаться, чтобы разглядеть более легкий проход межзарослей кустарника. То ли с перепугу, то ли от неожиданности выскочил из своего укрытия длинноухий заяц. Заметавшись в поисках направления бегства, попал таки косой в объектив камеры. Теперь, как говорил кот Матроскин из мультфильма «Каникулы в Простоквашино», ты за ним еще полдня бегать будешь, чтобы фотографию отдать. Бурным потоком стекается и рта у ручей, под шум которого я засыпал и просыпался. «Какая же это стена плача, ведь это настоящий водопад», подумал я, глядя на бурный поток воды, срывающийся с отвесной каменной стены. Лишь пару недель спустя, вернувшись сюда вновь, пойму я смысл выражения «стена плача». Бурный ручей превратится в тоненькую, едва приметную струйку, стекающую с горы воды, а шумный водопад сменится многочисленными каплями воды, падающими с отвесной стены, будто слезы, капающие свек. Продолжим дальнейший путь. Миновав стену плача, двигаемся в сторону седла вдоль гряды плоских валунов, будто рукой великана, выложенных на пути к Айртау. На какое-то время можно перевести дух и насладиться окружающими пейзажами. Под ногами высохшие корни причудливой формы, далеко внизу небольшая белая точка, в которую превратился наш автомобиль. Соседнего склона за каждым нашим шагом наблюдает молчаливый стражник-великан, будто от удивления выпучивший два каменных глаза. Каких только картин не нарисует воображение в горах. Дальше приходится полностью довериться незримому хранителю гор с помощью таких вот каменных тропинок, подсказывающему направление к седлу. В отдельных местах кустарник настолько плотный, что в буквальном смысле приходится продираться сквозь его плотные цепкие ветви. Каждый новый шаг отдается неестественным стукам сердца в груди. Создается впечатление, что стук этот мог бы услышать даже рядом стоящий человек, не прибегая к помощи стетоскопа, медицинского прибора для выслушивания звуков, исходящих от сердца. После каждой остановки, прежде чем взять в руки камеру, несколько минут приходится просто стоять и дышать, дожидаясь пока сердцебиение восстановится и руки перестанут передавать пульсацию от сердца конечностям пальцев. До седла несколько сотен шагов. В это можно верить или не верить, но пока Айртау ко мне благосклонна. Удалось выйти на едва приметную тропу, ведущую к седлу. Подъем стал еще круче, но это уже не важно. Азарт и наслаждение от близости к своей цели во много раз превосходят усталость от сложной дороги. А чистый горный воздух, пахнущий травой и не растаявшим снегом, наполняет легкие кислородом, которого так не хватает в душном городе. Наконец, после нескольких часов подъема, мы на седле. Будто на сцене, в окружении фантастических созданий, застывших в каменных конусах Айртау, чувствуешь здесь себя под прицелом сотен пар глаз, пристально наблюдающих за каждым твоим движением. Не покидает какое-то тревожное чувство, ощущение, что я здесь не один. Быть может, оно вызвано тем массивом мистической информации, которую удалось мне найти после поездки сюда годом ранее. А может, эти тревожные чувства и ощущения вызваны неким внутренним инстинктом, данным нам свыше, но за многие столетия утратившим свою значимость по причине его неиспользования. Так или иначе, но все то время, что я здесь находился, приходилось постоянно оглядываться по сторонам и прислушиваться к каждому звуку, реву вдалеке и даже шороху в кустах. Что может быть приятнее леденящего чистого снега в жаркий день в начале мая? После короткой остановки решаюсь на необдуманный и незапланированный шаг – подняться еще выше, еще ближе к остроконечным пикам. Решение это едва не стоило мне, как минимум, целых костей на ногах и руках. То, что казалось простым, на деле оказалось опасным для жизни. Впервые за многие годы я испытал страх – обычный человеческий страх, знакомый каждому. Ноги то и дело соскальзывали с крутых каменных плит. Уцепиться было не за что. Вдобавок ко всему за спиной висел тяжелый рюкзак, на плече – камера, а в руках – штатив-тренога. С таким снаряжением в альпинисты дорога явно закрыта. Каждый взгляд назад, вниз буквально тянул к земле. Кружилась голова, терялось равновесие. Едва успевал я присесть на корточки и ухватиться за скалу или стелющийся по ней можжевельник. Но, что самое удивительное, я не испытывал страха в процессе восхождения на отвесную скалу. Страх, сковывающий дыхание, возникал лишь при виде препятствия. «Никогда ранее до сегодняшнего дня не вникал я в природу его происхождения. Айртау помогла мне встретиться со своими страхами лицом к лицу. Теперь гора Трезубец на многие годы останется в моей памяти». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Красота, что созерцаешь, стоя на высоте чуть более 900 метров, и прекрасна, и опасна. Не к месту вспомнились слова писателя Евгения Курдакова, который был убежден, что Айртау – это гибельное место, где рано или поздно случится какая-то катастрофа. Не случайно считал он и сама форма горы – Трезубец, древний символ жертвенности, орудие убийства. Не будем злоупотреблять гостеприимством, пора спускаться на седло. Спуск оказался куда сложнее подъема. Недаром говорят, что в горы важно не только подняться, важно еще и спуститься вниз. На подъеме сила тяжести человека и направления его движения противоположны, но на спуске совпадают. Поэтому вероятность сорваться вниз на спуске сильно возрастает. Благополучно спустившись к седлу, восполняю затраченные силы и энергию. Вдали можно разглядеть дымящие трубы шумного города, чуть правее – белки Ивановского хребта, теряющиеся в дымке небосвода. Видимость отсюда поражает. Лишь сейчас замечаю отсутствие пятки на одной из ножек штатива. Вновь принес бедолага себя в жертву в качестве платы за увиденное. Что ж, неудивительно, что такие места одухотворены невидимым присутствием чего-то необъяснимого и могущественного. Пора возвращаться в лагерь. Еще раз оглядываюсь на возвышающиеся, разрушенные временем конусы Айртау, по одному из преданий, являющиеся остатками древнего калмыцкого монастыря, в пещере которого спрятан клад. Найти его так и не удалось никому. Когда еще доведется в живую полюбоваться этими видами? В десятый раз смотрю на чашу с озером, вглядываюсь в аккуратно выложенные скалы и всякий раз нахожу в них что-то новое. Пару недель спустя я вернусь сюда вновь с маленьким альпинистом, не так давно полюбившим горы, чтобы еще раз взобраться на седло и полной грудью вдохнуть высокогорный воздух. Пару недель спустя эти места будет не узнать. Растает снег, зазеленеет трава и кустарник, исчезнет водопад, сегодня бурным потоком срывающийся со стены плача. Уникальное явление, которое успел я наблюдать. Пару недель спустя Как человек должен сосуществовать с природой? Позади осталась гора Трезубец, восхождение на которую оказалось одновременно и простым и сложным. Главное на пути не смотреть на вершину, а смотреть себе под ноги и идти вперед небольшими участками и только с добрыми намерениями в душе и сердце. Несмотря на усталость, энергия переполняет. Хочется поделиться эмоциями, чувствами со всем миром, с каждым жителем этой планеты. От мала до велика. Новые мысли, идеи после долгожданных путешествий, подобных сегодняшнему, захватывают разум. Исписаны десятки страниц записной книжки. Жизнь наполняется новым смыслом и любовью. Как говорят мудрецы, гору нельзя покорить, ей можно только поклониться. Не стоит подниматься на вершину ради того, чтобы доказать свою силу и удачливость. Человек должен понимать, восхождение – это путь к себе, возможность понять свой внутренний мир и испытать непередаваемое чувство красоты, гармонии с природой. Сегодня мне это удалось, благодаря сильному желанию, не покидавшему мой разум и сердце долгое время. Люби то, что делаешь, и делай то, что любишь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok